Друзья, ну это, конечно, уже смешно, да, я снова прошу прощения, но, говорят, сейчас звук есть. И, если все нормально, я бы хотела этот прямой эфир, наконец, начать и рассказать вам о том, что у нас происходило эти дни в Киеве, в Украине. И, конечно же, в первую очередь я хотела бы поблагодарить всех тех, кто мне помогал в эти дни, всех тех, кто, несмотря на то, что это были очень неудобные дни и праздничные, когда все стараются уехать из городов, когда все стараются выбрать время для отдыха. Буквально с первых дней Нового года включились активно правозащитники украинские. И сразу после 16 декабря, после наших митингов в Казахстане, казахстанцы активно начали акции в поддержку и помогли мне таким образом рассказать украинскому обществу, президенту Зеленскому обращения были многократные, и это помогло мне донести до украинского общества то, что нам предстоят судебные разбирательства, то, что нам предстоят все эти события и поднять на поддержку большой слой общества не только в Казахстане, в Украине, в других странах, это и в странах Евросоюза, и в Америке, мы получили очень много отзывов. И я, конечно, в первую очередь хочу поблагодарить фонд «Открытый диалог» наших правозащитников Максима Сытникова, поблагодарить Людмилу Козловску, Даньяра Хасенова, которые принимали активное участие, участвовали в встречах, писали, собирали подписи в мне в поддержку. Я хочу сказать, что меня очень сильно подвесли наши ребята, казахстанские активисты, которые, зная о том, что будут аресты, зная о том, что они будут подвержены преследованиям со стороны нашего режима, зная о том, что не простят эти обращения, они все равно вышли на площадь в преддверии всех этих событий и рассказали о том, что обращаются к президенту Зеленскому не выдавать жена Мохметова. И на самом деле именно эти события повлекли за собой цепочку всех этих обращений и вовлекли в наш процесс большое количество людей. И мы знаем, что сегодня до сих пор продолжаются аресты, мы знаем, что до сих пор сегодня идут суды, продолжают закрывать людей за то, что 8 числа в Алматы люди вышли с обращением. Продолжают идти преследования в адрес активистов Астаны. И понятное дело, что власть таким образом добивается того, чтобы мы не могли объединяться, мы не могли проявлять солидарность в таких случаях, чтобы мы боялись объединяться по таким поводам и так далее. Поэтому, конечно, то, что сегодня мы наблюдаем, то, что мы наблюдали все эти дни в Украине, я хочу сказать, что все это повлекло целый ряд встреч, которые были мне назначены в связи с тем, что в различных организациях, в различных местах хотели выслушать мою историю и понять, как к ней относиться. И мы повсюду ходили на эти встречи весь конец прошлого года, начало этого года, и активно сообщали в посольствах, в международных представительствах, в правозащитных организациях, в СМИ, с депутатами Верховной Рады встречались и подробно рассказывали мою историю и подробно отвечали на все вопросы, которые нам задавали. Для этого мы ходили вместе с юристами, мы собирали все материалы, которые от нас требовались, мы были в УВКБ, ООН, и везде, на каждом этапе, где возникали вопросы, мы тщательно разъясняли, давали пояснения по каждому из этих вопросов, формируя ту картину, которая сегодня требуется от нас, для того, чтобы и украинское общество, и все остальные могли присоединиться к моей поддержке. И я хочу сказать вот что. На самом деле я этот путь прохожу не впервые. Со мной такое уже было в 2017 году, когда меня арестовали здесь, в Украине. Но тогда это было внезапно, по запросу властей Казахстана, которые потребовали мои экстрадиции, меня арестовали и поместили в Украинское СИЗО. Все это время за меня боролись другие люди, боролись совершенно, так сказать, без меня. Я не видела той картины, которая возникала в процессе этой деятельности. Я была удалена от этих дел и могла встречаться только с адвокатами агентства АРИО. Вы знаете их всех. Это Владислав Грищенко, Евгений Грушевец, Юлиан Харужий. Люди, которые на самом деле на тот период времени посвятили мне очень много внимания и тщательно, детально изучили мое уголовное дело 2009 года, изучили все те факты преследований, которые я предоставляла. И на основе всех этих документов составили грамотную, безупречную защиту, которая позволила мне выйти на свободу. И потом, впоследствии, я видела, как украинское общество отзывается на эти события. Меня приглашали на различные каналы, меня приглашали на различные встречи. Множество раз в Украине за то время, что я здесь нахожусь, я участвовала в всевозможных общественных мероприятиях, которые связаны с вопросами беженцев. Я всегда активно отзывалась на эти мероприятия, потому что я знала, что это общая проблема, проблема системная, которую очень важно решать в Украине сегодня. И не только ради меня, а ради того огромного количества беженцев, которые сегодня бегут со многих стран постсоветского пространства. Вы знаете, что везде на постсоветском пространстве ведут бурные процессы, которые в будущем предполагают перемены в этих странах. И везде общество каким-то образом сопротивляется, соответственно, попадает под преследование, под давление. И здесь, в Украине, я увидела высочайший профессиональный уровень деятельности правозащитников, высочайший профессиональный уровень в деятельности представителей СМИ. Некоторых представителей, не всех, конечно, да, но те, кто детально пытался разобраться, я этих всех людей очень хорошо помню. Это, конечно же, в то время громадская, которая очень много посвятила мне эфиров, передач, множество раз разбиралась. Виталий Кортников, который провел со мной тоже несколько эфиров. Это Маргарита Тулук, которая написала бесконечно детальную, развернутую, очень душевную статью. Екатерина Лихогляд, тоже украинская журналистка. Это, естественно, Янина Соколова, которая взяла у меня самое что ни на есть дотошное интервью, очень пронзительно и дотошно изучала мое дело и тоже задавала очень неудобные вопросы. Но тем и приятнее было с ней работать, потому что я видела, что это профессиональный подход. И в части солидарности украинское общество демонстрирует замечательный принцип. То есть здесь я хочу что сказать. Правозащитники украинские, которые занимались моим делом, что в 2017 году, что вот в этом году и в 2018, они однозначно и очень, скажем так, уверенно действуют согласно принципам справедливости и правозащиты, которые они профессионально взяли на себя, чтобы отвечать за судьбу людей и так далее. То есть они следуют этим принципам, неукоснителям. Как бы сложно ни складывались процедуры, как бы сложно ни складывались отношения, люди говорят и несут ту правду, которую они располагают объективно, честно, беспристрастно. Не проявляют никакого избирательного отношения, не проявляют никакого личного отношения. Они рассматривают во всех этих процессах исключительно сторону справедливости, и как правозащитники мыслят только этими категориями. И на самом деле на эту работу очень было приятно смотреть. И вот мы в этом году видели, как они безоговорочно все, которые, скажем так, сплодились и проявили свое внимание и показали нам, как надо действовать. Знаете, когда приходишь за помощью к человеку, который, скажем так, понимает, как тебе помочь, который понимает, как создать общественный резонанс в государстве, которому, собственно, тебе, ну, ты не интересен. Кому я интересна в такой стране, как Украина? Кому интересен казахстанский общественный деятель и так далее? Конечно же, в такие моменты мы все учимся. И вот наша команда получила просто бесценный опыт, хочу я сказать. Мы приходим к таким правозащитникам, и нам задают совершенно ясные, точные вопросы. Эти вопросы не касаются моей личности, как, скажем, это делают в Казахстане, не касаются моих взаимоотношений с семьей, не касаются того, что так активно и мерзко транслируют сегодня наше общество. Эти вопросы касаются основных принципов. Была ли допущена несправедливость в моем деле? Были ли допущены незаконные и прочие действия со стороны властей? Действительно ли меня подвергали преследованиям? Действительно ли я совершила преступления? И так далее. И надо понимать, что наше общество, оно тоже должно становиться таким. Это тот пример, к которому мы стремимся. Мы должны оставаться беспристрастными. К сожалению, та культура, которая сегодня есть у нас, та политическая культура, которая абсолютно отсутствует в Казахстане, она делает людей, ну вот такими будем говорить. У нас в Казахстане все это пошло в другое русло. У нас это, естественно, власти сделали все, чтобы разъединить и расколоть общество. И даже люди, которые занимались правозащитной деятельностью и ведут правозащитную деятельность, не сумели выйти за эти рамки, не сумели стряхнуть в себя вот эти гроздья пропаганды, которые нарешиваются регулярно во всех снах, везде, во всех социальных сетях, множественными источниками владятся, люди эти исходили как раз-таки из личного отношения, из субъективного мнения, напрочь забывая о принципах правозащиты, напрочь забывая о том, что существует все-таки самый главный принцип справедливости для того, чтобы исследовать любое дело. И я хочу сказать, что именно эти принципы позволяют сегодня украинскому обществу отстаивать то самое бесценное и важное, что позволяет стране развиваться по европейскому курсу, то самое ценное, что было завоевано на революции достоинства на Майдане. Эти люди не отступают от главных принципов, не скатываются в эти разборки, и поэтому страна продвигается вперед. Ну, конечно, таких людей, как и в нашей стране, их мало. Основному, подавляющему большинству все равно. И я хочу сказать, что нам надо уметь бороться. То есть вот то, что мы сегодня видели, то, что мы сегодня прошли, я лично, оно говорит только об одном. Но люди, которые уже встали на этот путь, они борьбу должны продолжать в любом абсолютном деле. Если мы сегодня занимаемся, как активисты, развитием гражданского общества, если мы хотим, чтобы мы были солидарны, объединялись, да, мы должны быть готовы к любому развитию событий. Так же, как наши ребята были готовы к тому, что их арестуют. Так же, как наши ребята были готовы, что им придется нести какие-то решения, но они все равно вышли, потому что они считали это делом о своей совести и делом справедливости для того, чтобы поддержать меня. И вот это вот и есть сила, и это и есть объединяющее, так сказать, звено, объединяющее ядро, когда люди, несмотря ни на что, продолжают делать свое дело. Вы знаете, что у нас огромное количество политических заключенных. Вы знаете, что у нас ни одного месяца не проходит без арестов и задержаний. Вы знаете, что у нас уже тысячи людей подверглись преследованиям и вынуждены платить штрафы, вынуждены сидеть в тюрьмах и теряют работу. Даже семьи разрушаются. И когда люди продолжают эту борьбу, несмотря ни на что, когда люди постоянно остаются в строю, это бесценно. Я хочу сказать, что таких людей мы с вами обязаны поддерживать. Именно этим мы и занимаемся два года, но нас пока еще очень мало. Если бы нас было больше, у нас было бы меньше арестованных. Сегодня аресты и лишения несут одни и те же. И мы знаем их имена уже наизусть. Хотя каждый раз появляются новые, все равно этого недостаточно. Потому что мы все время отвлекаемся на ненужные вещи. Потому что мы всегда забываем об исходящем главном принципе справедливости, за которым мы с вами сражаемся. И поэтому я хочу сказать, у нас с вами впереди очень сложный год. Вы все понимаете, что та травля и те преследования, которые направлены были в мой адрес, властями Казахстана, это не сделал один человек. Это не сделал кто-то там в Фейсбуке или кто-то там в социальных сетях. Это делает режим Назарбаев. Это делают, потому что они все сегодня защищают его кресло, защищают его власть, его влияние. И это делает Комитет национальной безопасности, отделы внутренней политики, полицейские. Это делают все те люди, которые сегодня мешают нам объединиться. Те, которых сегодня нанимает режим для того, чтобы проводить свои фейковые мероприятия, фейковые выборы и так далее. Это делает ручная оппозиция, которая продалась этому режиму. Это делают люди, которые не понимают, в какие политические игры они решили играть и кому они на самом деле помогают. И каждый раз у нас возникают на этой теме серьезные и продолжительные споры, расколы и так далее. Я считаю, что таким образом общество, конечно, взрослеет. Но и это то самое, что нас с вами сдерживает от быстрого развития, быстрых темпов объединения и так далее. Вот, например, на моем деле мы все видели, как выкорестовывалась та часть общества, которая разобралась, и та часть общества, которая нацелена на перемены. Мы видим, что сегодня вынуждены были разоблачаться до последнего дня. Вот Ермек на рыбе сидел. До последнего дня топил, писал, потому что есть такое задание. Топить, топить и топить Жанну Боту в Киеве. Пусть даже с ее сыном, пусть даже вчера вы были близкими друзьями, пусть даже ее экстрадируют. Но надо топить и задушить. Почему? Потому что Жанна Бота все эти годы занималась развитием казахстанского общества. Мы с вами видим, что произошел колоссальный скачок сознания и изменений. Такой высокой активности не было в казахстанском обществе никогда. Мы с вами видели конец этого года, когда людям настолько надоело бояться, что они выходили в прямые эфиры с Мухтаром Аблясовым, несмотря на то, что нас считают запрещенной экстремистской организацией. Мы с вами видели, что в этих прямых эфирах наши соотечественники, наши граждане, которых мы каждого уже знаем по имени, смогли проявить себя, смогли сказать то, что они хотели. Мы видели в конце года, что вытворяли наши женщины в Астане. Мы все видели, как от них бегает и прячется начальник ДПС, главный, который будет всех задерживать, главный полицейский города, который осуществляет репрессии над активистами. Его просто высмеяли, затоптали его в издевательствах, для того, чтобы он понимал и видел, что людям не страшно. Людям не страшно. Они перестали бояться. Они в открытую смеются в глаза полицейским, потому что они хотят перемен. И когда нам предлагают вместо перемен грязное белье какого-то активиста, либо предлагают какие-то склоки и разборки, либо предлагают вспомнить досье мое 2009 года или так далее, людей, конечно, это возмущает, потому что они видят, мы ведем реальную гордону. Мы ведем людей к реальным переменам. Мы даем реальные программы, осуществимые, ясные, понятные для народа программы, которые есть возможность реализовать. Мы даже показываем, где мы будем брать деньги на эти программы. И люди соглашаются с нами, потому что это настолько логически обосновано, настолько ясно и понятно, что не согласиться с этим невозможно. Именно поэтому сегодня в Украине организована такая масштабная травля. Надо остановить жалоботу, надо остановить штаб ДВК, надо остановить, закрыть канал 1612. Сегодня этого добиваются власти. Естественно, это то, что очень хочется им добиться, потому что этот год для них решающий. Это год, когда они должны завершить свое самое главное преступление. Год, когда они должны привести трон к престолу дочь Назарбаева, для того, чтобы монархическая власть в Казахстане установилась окончательно. И в то же время, когда мы видим, насколько изменился народ, мы видим, насколько бесцеремонно и нагло продолжает падать в наших глазах режим. Вы видели все последние съемки, все последние фото Булата Назарбаева в сети. Вы видели, как он 20 тысяч человек кормил пловом, как раздаются деньги, как обесценивается все хорошее, как бессовестно и бесстыдно ведет себя такая, заявляя о том, что он будет строить диалог с народом, слышащее государство, что он является преемником Назарбаева и что теперь в стране будут реформы. А раньше, получается, было глухое государство, раньше, получается, было бесслышащее государство. Так говорите об этом прямо. И вот сегодня нам продают идею о том, что нам нужны парламентские выборы. Сегодня нам продают идею о том, что нам нужны новые молодые партии. Нам сегодня продают идею, что Казахстан должен объединяться вокруг президента для того, чтобы делать реформы с ним вместе. И мы в этом болоте живем 30 лет. И все, кто против этого болота, сразу автоматически попадают под пресс-преследование и так далее. Так вот, я хочу вам сказать, мы все наблюдали в прямом эфире, и сегодня мы будем продолжать выкладывать видеоматериалы, завтра будем продолжать выкладывать материалы судебных процессов, тех событий, которые были в Украине в преддверии этого суда. Вы видели, как спокойно и ясно общество Украины решает вопросы публично, решает эти вопросы максимально гласно, максимально понятно для всего общества, для всей страны и для нас с вами. Мы видели, вот сегодня вы будете смотреть, мы выложим съемки с процесса украинского. Да, нам не разрешили вести прямой эфир, но тем не менее в этом процессе тоже все понятно. В этом процессе тоже все станет на свои места, и это Украина, которая меняется. На самом деле здесь не запрещены съемки, не запрещены трансляции. Да, именно в моем случае произошла такая заминка, но ничего страшного, вы все равно увидите, как все это происходило. Сразу хочу сказать, что мы по всем вопросам высказались, мы свою позицию четко обозначили, все мои защитники четко обозначили наши доводы. И суд перенесли на 28 число, 10 часов 10 минут, в связи с тем, что миграционная служба не смогла выступить в качестве ответчика, потому что они прислали представителей неподготовленных. Я думаю, что это тоже была часть плана, с которым, собственно, нам придется смириться, и миграционная служба должна взять свое время для того, чтобы подготовиться к такому масштабной поддержке, которую неожиданно мы получили. То есть они не были готовы к тому, что у нас будет такая серьезная, авторитетная и масштабная поддержка со стороны правозащитников, со стороны сенаторов, депутатов, евродепутатов со всего мира. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, нельзя останавливаться ни в коем случае. Вот сейчас нас вот этим процессом немножко выбили из колеи. Вы все видели, что меня практически нет в эфирах. Каждый свой день я вынуждена была проводить в этих встречах. Нас выбили из колеи, и мы не делали нашу прямую работу. Мы не занимались объединением казахстанцев. И вы увидели сразу, что стало немножечко пусто. Потому что никто, кроме нас, не ведет настоящую борьбу. Все остальные занимаются продвижением себя, самопиаром, самопозиционированием. Не ради народа, а ради того, чтобы быть популярными. Молодая и красивая команда Уян-Казахстан не стала больше. Как их было там, человек 50, так и осталось. Именно эти люди публичную борьбу, так называемую, ведут и делают ее только на уровне подачи красивого материала. Я была бы очень рада, если бы эти ребята действительно говорили о переменах. Я была бы очень счастлива, если бы эти ребята вместе с нами выходили на митинги и добивались того, чего добиваемся мы. Точно так же ведет себя Жангулат Мамай. Точно такие же задачи у него. Только вдумайтесь, Жангулат Мамай предлагает нам объединиться ради того, чтобы он мог зарегистрировать свою партию. Ради того, чтобы его партия получила каких-нибудь там 3 мизерных процента среди нуратановцев. Мы все это уже проходили. Из-за этого стремительных перемен не произойдет. Из-за этого будет только одно – ложные надежды, ложные цели. Мы сегодня видим, как возмущается альянс наблюдателей, которым нас до сих пор кормят и Сергей Дуванов, и Нарымбай, и Мамбиталин, и Жангулат Мамай, и все остальные, кто придерживается так называемых реформ в Казахстане. Что сегодня наблюдатели? В который раз ходят и бьют человек, но их не регистрируют. Да что вы хотите со своей регистрацией? Вы получили результаты судебные вследствие тех переустановленных нарушений, которые вы собрали во время предвыборной кампании, которая шла в июне прошлого года. Ведь все эти нарушения мы тоже видели, и мы видели их не первый раз. Мы видели их и в разных других остальных выборах, которые приходили в Казахстане многократно. И я говорила еще до выборов, что ни один раз никто не выиграл судебный процесс против... Ни один наблюдатель не выиграл ни одного судебного процесса. С партии ОСДП я сама лично участвовала в выборах, и точно так же, как и вы, наивно полагала, что можно с партией зайти и потом что-то внутри парламента делать. Нет. Ребята, это все равно, что зайти в ИГИЛ и развалить его изнутри. Одному человеку. Так не бывает. Таких супергероев не существует. Если такие люди есть, они идут рука об руку с режимом. Это всем понятно. И я хочу призвать тех людей, которые сегодня заявляют себя политиками. Жан-Булат Мамай, к тебе в первую очередь обращаюсь. Если ты заявляешь себя политиком, веди себя как политик. Аргументируй как политик. Защищай свою платформу как политик. Я тоже самое хочу сказать Сергею Дуванову. Делайте это как политики. Защищайте, оппонируйте нам как политики. Выставляйте адекватные программы. Покажите, что это даст народу. Что даст народу то, к чему вы сегодня призываете. Ну хорошо, объединятся люди вокруг вас для того, чтобы создать вашу партию. Зарегистрировать вашу партию. Помочь вашей партии пройти в парламент фейковый. Ручной парламент Назарбаева. Хорошо, что это вам даст. Расскажите нам это так, как это делают политики. Не надо собирать в социальных сетях этот глобальный, масштабный, бесконечный социальный взрыв, конфликт. Не надо устраивать эти гибридные войны. А потом обвинять нас в том, что мы присвоили себе оппозицию. Хватит подменять понятия, хватит манипулировать терминами, хватит прикрываться демократией, свободой слова. Начните, наконец, декларировать настоящие ценности, настоящие политические свои задачи и стратегии озвучивать. То, что вы сегодня озвучиваете, абсолютно не про политиков. Вы все время обсуждаете людей. Обсуждаете Мухтара Аблязова, обсуждаете Жанну Боту. Обсуждаете же Саралоку, Аншаль. Вы не обсуждаете наши идеи. Вы не обсуждаете наши программы. Вам неведомы наши программы. Вы не можете аргументировать, потому что вы сами не занимаетесь программами. Потому что вы не знаете, каким будет будущее Казахстана. Потому что та картина будущего, которую мы показываем, вам неведома. Вы не знаете, как за нее бороться. А мы знаем. Я хочу сказать, друзья, благодаря вам в эти дни, я поняла, что борьба того стоит. Она стоит тех испытаний. Она стоит того, что я прошла. Она стоит того, что мы все прошли. Она стоит того, чтобы мы поссорились и объединились только с теми, кто действительно готов идти за переменами, добывать эти перемены своими руками. Я считаю, что оно того стоило. Я считаю, что все те, кто эти дни массировано организовывал против меня травму. Я считаю, что все те, кто в эти дни заранее готовился к моему суду, гораздо больше, чем я сама. Я не была готова к своему суду, потому что я занималась вопросами организации митингов, делала эфиры, делала новости и так далее. У меня много дел. Я не занималась собственными судами. Я как тот сапожник без сапог остался. Но зато очень много людей заранее, заблаговременно, за несколько месяцев готовились к моим судам слишком тщательно и переборщили. Та огромная волна, которую вы подняли в социальных сетях, работает сегодня на нас. Мы все в этом смогли убедиться. И та огромная волна ненависти, которую вы породили сегодня в социальных сетях, нас сплотила. То, как вы это сделали, нам помогло понять, что главный враг все-таки Назарбаев, а не Жанна Ботан. Главный враг все-таки там, в Акарде, а не Муфтара Блязов во Франции. Главный враг народа сидит в Казахстане и кукловодит вот этими ручными оппозиционерами, которые превратили в фарс, политику, борьбу и все остальное. Я бы хотела, чтобы мы с вами это поняли и порадовались, что тот путь, который мы прошли всего-навсего за две недели, даже меньше, гораздо меньше, чем за две недели, принес нам очень многое. Мы смогли объединиться, и мы повзрослели. Мы снова поняли, что режим боится нас. Мы снова поняли, что именно ДВК сегодня является основным оппонентом режима Назарбаева. Никому, кроме нас, не создают столько препятствий, столько проблем, столько ненависти, не выращиваясь среди фейковых этих ботов и так далее. Поэтому, друзья мои, я хочу вам всем сказать огромное спасибо. Спасибо, что вы все это выдержали. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что вы продолжаете эту борьбу с нами. И я хочу сказать, что наш год 2020. Нам с вами надо понимать, что в 2020 настанут основные перемены. Те самые перемены, к которым мы с вами стремимся. Потому что уже сегодня власть закладывает камень в свой основной транзит. Уже сегодня готовит посадить в кресло Дарегу. Уже сегодня готовит новый ручной парламент для того, чтобы Дарега могла спокойно править страной и оставаться в кресле монархического Казахстана. В кресле главы монархического Казахстана. Мы с вами не можем этого допустить. Нам для этого надо быть вместе. Нам для этого нужно быть в сплочении. И нам для этого надо собирать все силы для борьбы. Собирать сторонников. Каждый из тех, кто хочет идти вперед, должен собирать сторонников каждый день. Себе, близких, друзей и единомышленников. Только так мы с вами победим. Большое всем спасибо. Мы будем выходить в эфиры регулярно. И будем продолжать нашу борьбу каждый день. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok